Как Франц провел беспокойную ночь. Мама Франца опять оказалась права. Через два дня, поздно вечером, в дверь позвонили. Франц удивился. Кто это может быть? Наверное, управдом пришел собирать на что-нибудь деньги. И тут Франц услышал голос Габи. Она выпрыгнула из кровати и побежал в прихожую. Там стояли мама и папа, и Габи в пижаме с плюшевым зайцем в руках. Ее родители как раз уходили, а мама Франца говорила Габи. Не бойся, все будет хорошо. Габи побежала в комнату Франца. Франц за ней. Может, через час ребеночек уже родится? Сказала Габи. И вздохнула. Я точно не засну. Я ужасно волнуюсь. Давай поиграем в мемори. Франц принес коробку с игрой. Но тут пришел папа и сказал, что играть уже слишком поздно. Давайте-ка ложитесь. Габи сказала. Я жду, когда позвонит папа и скажет, что ребеночек родился. Если телефон зазвонит, мы все равно проснемся, заверил ее папа. И у Габи вытянулось лицо, но возражать она не стала. И влюблась в кровать Франца, положив себе вместо подушки зайца. Франц улегся на матрас. Он решил, что будет невежливо сказать Габи, что матрас предназначался для нее. Папа пожелал им спокойной ночи, погасил свет и вышел из комнаты. Но спокойной ночи не получилось. Сначала Габи трещала без умолку про то, какая замечательная будет жить с младенчиком. Когда она наконец умолкла и Франц смог заснуть, было уже запал ночи. Потом Габи будила его еще три раза. Ей казалось, что звонит телефон, но это ей только снилось. В пять утра она растолкала Франца и сказала, что с ее мамой, наверное, что-то случилось. Так долго дети не рожаются. Пусть Франц разбудит свою маму, чтобы она позвонила в больницу. Франц встал и в полудреме побрел из комнаты. В прихожей он наткнулся на вешалку. Она протинулась и упала, задев полочку для ключей. Полочка тоже грохнулась на пол. Будить маму не пришлось. Она проснулась от шума. Мама вышла из спальни. Франц махнул рукой на дверь своей комнаты. «Она хочет, чтобы ты позвонила в больницу», — сказал он. «Ладно», — пробормотала мама, поставила вешалку на место и пошла к телефону. Франц побрел назад Габи. «Мама сейчас позвонит», — сообщил он. Габи сидела на матрасе, понурив голову. Со слезами на глазах она сказала. «Мне понадобилось четыре часа». «На что?» — спросил Франц. «На то, чтобы появиться на свет. Балда!» — всхлипнула Габи. «А бабушка мне объясняла, что со вторым ребенком все происходит гораздо быстрее». Франц прислушался. Мама говорила по телефону в прихожей. Она услышала, он услышал, как она ответила. «Понятно, понятно и спасибо большое». Потом она заглянула в комнату Франца и радостно объявила. «Габи, поздравляю! Теперь у тебя есть...» «Все понятно, говори уже». «Говори сам, я не буду». «Ну кто?» «Я буду». «Теперь у тебя есть сестричка». Она родилась в полночь. И с ней, и с мамой все хорошо. «В полночь?» — переспросила Габи. Мама тевнула. «Как она могла?» — крикнула Габи. Она бросилась на кровать и с головой накрылась одеялом. Мама подошла и погладила одеяло. Там, где была голова Габи. «Уйди!» — донеслось из-под одеяла. Мама шепнула Францу. «Я лучше пойду. Тебе она скорее расскажет, в чем дело». Франц подсел к Габи. Он знал, упрашивать ее бесполезно. Если хочешь Габи разговаривать, надо ее рассердить. Поэтому он спросил. «Ты что, совсем сдурела?» Габи выскочила из-под одеяла, как кукушка из часов. Глаза у нее сверкали. Нос подергивался. Она закричала. «Теперь у папы с мамой есть младенец. А на меня им наплевать. Они даже не позвонили, когда он родился». Габи долго изливала с Францу свое горе. И что сестру не назовут Софи, как она хотела. И что красную коляску совершенно точно не купят. И что родителям она больше не нужна. А ведь она так старалась полюбить младенца. И все зря. И вообще, сестрам наверняка можно быть в больнице, когда рождается второй ребенок. Но папа и мама просто не захотели взять ее с собой. Если Франц хочет знать, Габи, этот дурацкий младенец, 20 раз не нужен. Он ей до лампочки. Да, она его просто ненавидит. И Габи снова спряталась под одеяло. Францу стало ее жалко. Как утешить Габи, он не знал. А когда Франц не знает, как быть, он обращается к маме за советом. И Франц побежал к маме. Ему не надо было рассказывать, что происходит с Габи. Ее крите были слышны даже в спальне. Мама сказала, скоро она увидит, что родители ее любят, как и прежде. Папа сказал, когда ты родился, Йозеф вел себя точно так же. Это ведь нелегко привыкнуть к появлению нового члена семьи. Франц совсем растерялся. Теперь ему стало жалко еще и ребеночка. Он подумал, если Йозеф, когда я родился, вел себя как Габи, значит, и Габи будет обращаться со своей сестренкой, как Йозеф со мной. Тяжелая у ребеночка будет жизнь. А мама с папой всегда говорят, что нужно быть на стороне тех, кому тяжело. Но я ведь люблю Габи. Как же я могу быть на стороне ее сестры? Ну, то есть против нее. У меня проблема, писнул Франц. Мама сказала. Потом, Франц, дай мне еще немножечко поспать. И она накрыла голову подушкой. Франц посмотрел на папу. У него тоже была подушка на голове. Франц тихонько вышел из спальни и направился в туалет. Когда ему надо было подумать, он любил это делать в туалете. Ну, там уже сидел Йозеф с открытой дверью. Он спросил. Че это Габи так орет, будто сама сейчас родит? Франц ответил. Она думает, что теперь родители будут любить только маленькую сестричку. Вот ведь глупость какая! Йозеф возразил. Ничего и не глупость. Франц не мог припомнить, когда это его старший брат защищал Габи. А она малышку ненавидит, как не знаю кого, сказал он. Ничего удивительного, смехнулся Йозеф. Младенцы они такие. Но младенец же ни в чем не виноват, пропищал Франц. Ну и что? Крикнул Йозеф. Младенец не виноват, а старший разве виноват? Никто не виноват в том, что чувствует. Чувствует человек ненависть и ненавидит. Такова жизнь. Жизнь не такая. Много ты в жизни понимаешь. И вообще молчал бы лучше. Тут раздался звонок. Франц захлопнул дверь туалета и побежал в прихожую. Приехал Габин папа. Мое солнышко уже проснулось. Спросил он и торопливо прошел в комнату Франца. Франц подкрался к двери и прислушался. Габин папа сказал. — Солнышко мое, у тебя теперь есть сестренка. Ее зовут Софи. И он объяснил, что не стал звонить в полночь, потому что не хотел свое солнышко будить. Среди ночи солнышко все равно не смогло бы приехать в больницу, а теперь мама и младенчик очень его ждут. И в школу солнышко может сегодня не ходить. Они с папой поедут покупать красную коляску. И еще много чего нужно сделать, а солнышко будет папе помогать. Йозеф вышел из туалета. Он встал рядом с Францем и тоже прислушался. — Ну что? — спросил Франц. Он уже не пищал. — Разве похоже, что Габи больше не любят? Йозеф постучал пальцем по лбу. — Папаша лицемер! — ответил он. — Родители в таком ни за что не сознаются. Через полчаса очень довольная Габи ушла вместе с папой. Она шепнула Францу на прощание. — Забудь все, что я говорила про Софи. Я это несерьезно.